Мы на месте. Мы приветствуем Милану. Она идет к маме. Мы спрашиваем мамы разрешение на диагностику и чистку Миланы. Мама сама видит, что с ней происходит. Она дает разрешение. У меня конструкция перекосила ее полностью. Я вижу, да. Скеннер просканирует сейчас Милану. Конструкция подсвечивается вместе со всеми чипами, датчиками, имплантами и пульсирует. Скеннер видит, выключает это все, выводит из биополя эту конструкцию. И как она выйдет, я отправляю ее в клетку-тюрьму. Она идет по позвоночнику, подключена дальше к каждому энергетическому центру, к плечам, голова и диск, третий глаз, на уровне лба, где-то такой диск. Да. Скеннер выводит и диск. Это все часть конструкции. Это что? Это часть конструкции. Часть конструкции. Хорошо, отправляю в клетку-тюрьму. Милана, ты меня слышишь? Да, слышит. Она на руки смотрит, на ладошки. Хорошо, ты понятия не имеешь, что это и откуда, нет? Не имеет понятия, но она чувствует, что из нее что-то вышло. Подключки были к ладошкам тоже. Да, это были подключки. Сейчас мы идем дальше. Скеннер, дай мне, по-моему, ту душу Миланы на настоящий момент. 92 процента. 92 процента, 8 процентов, скорее всего, конструкции. Будем разбираться. Даю команду на счет риск. Скеннер сканирует пространство над головой Миланы, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скеннер сканирует все семь тонких тел Миланы, находит все. Выстраивает конструкции, каналы к ответственным, притягивает всех ответственных в клетку-тюрьму. Ставят в клетке-тюрьме мои заложники. Ну, не видно интерферентов всех. Это гуманоид, инкуб и без. Без девятый. Был восьмой, когда зашел. Сколько ты находишься в биополе без? 11 лет. 11 лет? Вот у тебя что, контракт есть или что, я не пойму? Неа. Так просто тебе понравилось, что ты 11 лет не выходишь? А что, удобно. Дергаю за веревочки потихоньку. Хорошо, 11 лет. Просто много. Она синхронизирована полностью. Инкуб, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 4 месяца. Понятно. Тебя без привел или ты сам пришел? Нет, он сам пришел. И гуманоид. Откуда ты? Ута. Гуманоид суты. Сколько ты находишься в этом биополе? 4 года 8 месяцев. 4 года 8 месяцев. Какая цель установки этой конструкции? Он показывает. Души уже часть нет, биоматериала нет. Энергии забрал по чакрам. Эта конструкция несет в себе ее энергии. Хорошо, ты уже отправлял копии в свой мир, продавал? Частички ДНК, частички души? Нет. Нужно как вырасти еще, он как эмбрион выращивает. Понятно. Но он уже не эмбрион, но еще не достиг того уровня, которого можно продать, как он говорит. Еще пару лет нужно. С чем связано то, что она не ест мясо? У меня расстройство пищевого поведения, нарушение сна, расстройство психики, панические атаки. Почему мана падает в обморок, гуманоид? Это работа твоей конструкции? Может быть. Я добавляю постепенно наращиваю конструкцию. Боли в сердце, в груди? Это лишь физический план. Я о нем и спрашиваю. Мне он неинтересен. Я поддерживаю жизнь. Я не знаю, насколько ты поддержишь, но мне кажется, ты забыл одну такую важную вещь, что, в принципе, ты являешься сейчас ее заложником. Если Милана такая осознанная и захочет тебе оставить о себе незабываемое впечатление в знак благодарности... Если. Я могу ее спросить, если она скажет «да», я установлю эту конструкцию на тебя. Это неосознанность. А что является осознанность? Она хозяйка в своем биополе, а не ты. Что мне может помешать? Дать тебе откат этих всех ощущений, которые она получала от тебя долгие 4 года и 8 месяцев. Если она пожелает, стоит ее мама рядом, которая ответственная полностью до ее совершеннолетия за нее. Я могу маму спросить, не желает ли она дать откат. Потому что то, что ты сейчас учинил, это уже беспредел. Это уже какое-то издевательство. Ты без контракта просто убиваешь душу, делая из нее. Человек падает в обморок. Ты говоришь, я не убиваю душу. Я сохраняю душу. Хорошо, ты сохраняешь душу, ты убиваешь биоробот. Я все равно... Она должна приспособляться. Она должна приспособляться. Давайте я все-таки обращусь к маме. Меня бы очень интересовало ее мнение. И к самой Милане. Наталья, вы видите эту ситуацию, которая сейчас здесь происходит с вашей дочерью? Да, она видит. Вы понимаете то, что гуманоид установил в нее конструкцию и он... Понимает. Хорошо. Вы желаете, как мать, дать откат этому гуманоиду, чтобы он почувствовал на себе все, что он причинил вашей дочери? Она не хочет его убивать. Убивать никто никого не собирается. Ваша дочь живая, она только получит 100% той боли, которую он причинил вашей дочери. Это не значит кого-то убивать. Я еще спрашиваю Милану. Милана, как ты относишься? Ты хочешь вернуть эту боль, которую ты испытывала? Психический дискомфорт, все эти проблемы. Она хочет вернуть ему, да. Милана изъявила свое желание гуманоиду. Вот такая вот ситуация. Что будем делать? Она хочет отдать ему. Отдать что? Эту боль свою? Которую она получила? Переживание, боль. Все, что пришло от него. Из его конструкции. То, что он навредил, она хочет вернуть. Да, будет так. Хорошо, гуманоид. Ты теперь понял план сегодняшних действий. Получается вот такая трагическая ситуация. Итак, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Миланы спроекцировать все энергетические и сферические каналы. Ко всем ответственным подселенцам ответственен за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии. Откат всех негативных программ негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Милане. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Постраивается отдельный канал, прямой канал от Миланы к этой конструкции гуманоида. Милана реверсом отдает все негативное патогенное низкоабрационное, что она получила. Усилие потоки в 50 раз. Что идет в конструкцию, посмотрим. На верхах идут энергии такие, как металлические. Да. Какие-то. Это его энергия. Пустота. Вот так вот выглядит мир гуманоида изнутри. Пустота. У нее много мыслей, которые эта конструкция не давала им выхода. Она находилась внутри. И эти мысли без конца ее находились внутри. И они как разъедали ее изнутри. Конечно, конечно. Я понимаю, о чем речь. Да. Это энергия мысли. Она не выходила дальше. Она изнутри ее жалила. Называется вариться в собственном соку в своих мыслях. Постоянное беспокойство у меня было от этих мыслей. Вот. Милана. Вот от этого это все ты сейчас отдаешь, выдавливая из себя полностью. Частички никакой не оставалось. Все вернем. Готово. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Милана забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Усилий потоки в 50 раз. И смотрим, что возвращается. На ей возвращается энергия. Много энергии. По чакрам растекаются. Частички души. Вот эти мысли, они идут. То есть возвращаются ее мысли, которые таким спокойным потоком протекают. И как разумным. То есть она может о них думать и успокаиваться. Сначала до конца. То есть мысль пришла, она ее обдумала, мысль закончилась. Все верно. У нее не было ни одной законченной мысли, потому что он прерывал своей программой любую законченность. И тем самым она не получала удовлетворения. Все мысли по кругу ходили, не находя своего выхода. Это все понятно. Вот эти мучения, которые он ей доставлял, это одна часть из этих мучений. Гуманоидоскуты. Паразитарной сущности, которая себя почему-то посчитала за Творца. Частечки души, материал ей тоже возвращается. И из-за того, что вот эти частечки души вернулись, ее мысль стала закончена. Потому что без части души у нее все хаотично внутри было. Так и есть. В этом и есть один из таких страшных моментов, когда у тебя воруют душу или часть души. Итак. Реверс закончен. Отлично. Итак, мы все забрали. Сказали, дай мне полнуюту души Миланы на настоящий момент. Сто процентов. Одной проблемы меньше. Идем дальше. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Мы не всю конструкцию гуманоида еще вытащили. Сканер просканируй. На частоте гуманоида и на частоте его конструкции еще раз в Милану. Найди все остаточные части, оставшиеся части этой конструкции. Все чипы, датчики, импланты, все конвекторы. Все это пульсирует. Ты видишь, это четко и ясно. Выводи это все, отключай. У нее нет ничего больше, как подключик. Но у нее есть такой, как в голове, шум. Он такой, как вибрирующее что-то. Вот от этого диска осталось. Включаем внутренний белосвет. Милане, она выдалит этот шум из себя до последней частички. Все это выходит, формируется перед ней в шар. Ну, он такой вот дребезжащая, вибрирующая энергия вышла. Отправляю в клетку-тюрьму этот шар. Еще что-то есть? Хорошо выстраиваю прямой канал от Миланы к этому шару. И она реверсом отдает все негативное, что она получила от него назад. Усилию потоки. На нее есть места в теле, например, ладони, ноги. Вот эти вибрации куда передавались тоже. Все. Из этих частей сейчас вернулось все. Готово. Устанавливаю фильтр золотой сеточки на этот канал. И в порядке реверса Милана забирает все чистое, светлое, божественное на своей частоте. Один, два, три. Все мощным потоком пошло назад. Забираем все по праву. Здесь энергия идет такого голубоватого цвета. Это как гармония. Она ее как выравнивает. Конструкция перекосила. Эта энергия, она проходит полностью по кругу, как кровь циркулирует, выравнивает ее. Готово. Итак, мы все убрали со стороны гуманоида. Инкуб, выходи, снимай все, что ты оставил. Возвращайся назад. Маска перекошенная у нее. От инкуба. Хорошо. Как ее воспринимали все, кто на нее смотрел? Такое лицо перекошенное. Перекошенное лицо они видели. Вместо Миланы. Вот так работает инкуб. Ты мешал ей встречаться со своим парнем? Здесь картинка идет, что у него все нормально, когда он пишет. У кого у него? Парня. Парня. Разговаривает с ней. Но когда он ее видит, он ее лицо, он как маску видит, злость видит, у него негативные эмоции возникают. Хорошо, вот так вот мы чувствуем своими энергетическими полями, другую душу. Он не видит доброту и вот этой тяги нет. Из-за маски. Хорошо, я просто объясняю Милане, что мы сейчас с нее сняли. Он все снял? Да. И бес остался. Бес, выходи. Где ты подключился за 11 лет? Он не показывает, где это какое-то помещение. Он подключен к ней, к брату. Они вместе стоят. Ах и брат там. И ты к брату подключился. Значит, ты тогда останешься здесь. Пока мы и брата не почистим. Снимай все, что я оставил. Отключайся полностью. Возвращайся назад. Контракт договора у кого-нибудь есть? С Миланой? Еще раз спрошу. Нет. У него на ногах как оковы такие. Снимай оковы, все снимай. На руках ничего нет. Да. А на ногах как оковы. Снимает он. Хорошо, плата гуманоида присутствует в квартире, где живет Милана. Да, в комнате, в спальне. Понятно. И бес ты тоже там присутствуешь в квартире, да? Да, присутствует. Хорошо. Он все снял. Идем дальше. Включай внутренний белосвет Милане. Этим светом она выдалит из себя все негативная патогена низкоаберационная чужеродная, находящаяся в ее биополе. Остаточная энергия от интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ней в шар. Ну не вот эта хаотичность какая-то в шаре вышла. Открывая воронку в галактическое ядро под шаром, уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Дай команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергии отстегнуть в Милане все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Инкуб, я тебя отпускаю. Ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно, надеюсь? Да, понятно. Потому что в следующий раз я тебя уже никуда не отпущу. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Бес остается в клетке. Ну что ж, гуманоид, ты слышал воли изъявления. Миланы, за все свои поступки надо отвечать в жизни. Вот сейчас ты будешь отвечать. Милана, вы подтверждаете свое согласие сделать откат всех негативных чувств, которые вы получили от этого гуманоида с Уты? Да, оно подтверждает. Устанавливает эту конструкцию, которая стояла в Милане. Гуманоида не может снять. Этот шар, все переходит в него. Выстраивается прямой канал от Миланы к этому гуманоиду. И она реверсом выдает всю свою боль, весь деструктив, все негативное, все патогенное, что она получила от гуманоида его подключки за последние 4 года и 8 месяцев. И не процентов больше. До 100% все пошло мощным потоком назад. Один, два, три. Да, будет так. Батарейки они с нас хотят делать, разбирать на запчасти. Он начинает как разлагаться. То есть у него ноги становятся мягкими, ватными. У него нет внутреннего стержня. Он как хаотичный становится. Выключаю. Выключаю эту подключку, пока он тут не разложился. Хорошо. Снимаю эту подключку, переходи в соседнюю клетку. Видишь, гуманоид, я остановил. Если бы я не остановил, ты бы превратился в маленькую кучку. Потому что у тебя нет стержня. Вот в этом вся твоя сила, понимаешь? В кавычках. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связи. Ли на связи. Ли у меня здесь гуманоид Уты сидел 4 года и 8 месяцев, 15-летнем ребенке. Установил конструкцию, от которой ее перекосило. Диск крутился в голове. Вернули 8% души. Душа Миланы пожелала дать ему почувствовать то, что она испытала. Я остановил процесс отката, потому что он начал там расплываться. Вот, я думаю, он получил то, зачем он пришел. Все находится в клетке гуманоид и его конструкция тоже. Чуть нажать, и конструкцию его заберут. Вот конструкция, открывая воронку в галактическое ядро, конструкция выходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Платы запишу себе в квартире. Убрать. Конструкция ушла, а его в какую-то барокамеру сразу забрали. Ну что ж, Милана, вот вы испытывали такие чувства, которые гуманоиды превращают в ни во что. Сейчас этого всего больше нет. Вы свободный человек. Идем дальше. Выходит эмоциональный фантом Миланы, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоабрационные эмоциональные энергии, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. На нее такой фантом вышел, которому трудно идти, он ноги высоко поднимает и как-то так на всю ступню ставит. И все эти энергии интересуют очень кого? Беса. Не правда ли бес? Интересует. Хорошо. Спрашиваем Милану. Милана, эти энергии, которые сейчас вы видите, это эмоциональные энергии, которые вы сами сгенерировали. Вот так выглядит ваш внутренний пока мир, эмоциональное состояние. Вы готовы избавиться от этих энергий? Готово. Сворачивай энергии в шар. Забираешь бес? Нет, он не хочет забирать. Все эти энергии сформированы на энергиях. Куманоида. Куманоида, пустота и вот этот металлический какой-то холодный. Понятно. Хорошо. Он не хочет этого. Все понятно, да. Там слишком много космического воздействия. Открывай воронку в галактическое дрове и сбрасывай эти энергии на переработку. Закрывай, опечатай, растряй. Очень сильное на нее было воздействие. Итак, поехали дальше. Переходим на чистоту, магическое воздействие. Для таковой силы было, но проявляется. То есть фантом гуманоида. Выходит фантом гуманоида. Применял магию. Открываем воронку в галактическое дров. Фантом уходит на переработку. Закрывай, опечатай, растряй. Переходим на чистоту. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Милана. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Я пока не знаю, но ощущение ровности и мягкости внутри менее присутствует. Отлично. Ваши страдания на этом закончились. Сущность очень сильно на вас воздействовала, но справедливость восторжествовала. Хорошо, сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Заправляйтесь энергиями, сбрасывайте негатив, не реагируйте эмоционально. Это именно то, что открывает дорогу сущностям, ваше биополе. Мы перешлем после сеанса еще наши рекомендации. Делайте их каждый день и все у вас будет, и будете чисто. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Миланы в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки, извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»